Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О ситуации на дорогах области мы будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и готовьте ваши вопросы. Игорь Александрович Макушенко, начальник управления Государственной автомобильной инспекции Милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Родился в 1977 году в населенном пункте Азераны Житковического района Гомельской области. В 1998 году получил высшее образование по специальности правоведение, окончив Академию МВД Республики Беларусь. В 2011 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 2015 году магистратуру Белгута по специальности «Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами». Начинал свою служебную деятельность в органах внутренних дел следователем УВД администрации Центрального района Гомеля. С марта 1999 года служил на различных должностях в госавтоинспекции. Прошел путь от рядового инспектора ДПС до заместителя начальника управления Государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облсполкома. С 16 марта 2010 года является главным государственным автомобильным инспектором по Гомельской области. В декабре 2015 года Игорю Макушенко присвоено звание полковника милиции. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 340-043 Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Игорь Александрович, готовясь к сегодняшней программе, обнаружила такую статистику по городу Минску. Шансы попасть в ДТП у автомобилиста и у пешехода выше всего во вторник и в пятницу, после 15 часов дня, в октябре и в Первомайском районе. Очень интересно. По статистике нашего региона, какой месяц, какое время и какая территория наиболее небезопасны с точки зрения дорожной обстановки? На дорогах нашей области самые зарегистрированные происшествия, это у нас в пятницу. 16% происшествий, либо 43 происшествия от общего количества совершенных на территории нашей области, это 279, совершаются в пятницу. И, конечно же, тяжесть последствий этих происшествий также в пятницу, это где погибают в дорожных транспортных происшествиях наши граждане. Самым аварийным временем на территории области является это с 19 до 21 часа. Конечно, это время темное, время суток, это сумерки. И период времени по годовой, это, конечно же, осень. Осенью у нас всплеск дорожных транспортных происшествий с участием пешеходов. Бывают, доходят происшествия до 15 погибших в происшествиях. Сотрудники госфотоинспекции непосредственно в сентябре-октябре месяце очень усиленно работают с данными участниками дорожного движения. Это с пешеходами. Это и обозначение светоотражающими элементами, это, конечно, изъятие пешеходов, которые находятся в нетрезвом состоянии и могут повлечь совершение дорожного транспортных происшествий непосредственно из-за вины нетрезвого пешехода. Когда водитель в темное время суток просто-напросто не видит этого пешехода, так как он не обозначен в соответствии с правилами дорожного движения. Игорь Александрович, а какие территории, районы области, районы города Гомеля являются местами наибольшей концентрацией ДТП, как правило? Из всех наших регионов, районников, у нас получается в Рогачевском районе самый на сегодняшний день аварийный регион. А с чем вы это связываете? Почему именно этот регион? Потому что движение достаточно такое у них напряженное. У них две автодороги, которые республиканского значения. Поток транспорта, который движется через Рогачевский регион, конечно же, большой. Но, тем не менее, сотрудники госавтоинспекции непосредственно областного центра мы оказываем Рогачевскому району методическую и практическую помощь. В частности, уплотнение нарядов ДПС, конечно, эффективность работы по обеспечению безопасности дорожного движения мы стабилизируем до конца года. И, конечно, для этого и сотрудники госавтоинспекции переводят на усиленный вариант несения службы по 12-часовой, чтобы удержать и не позволить увеличиться рост дорожного транспроисшествия. А по городу Гомелю, где наиболее часто происходят аварии? Центр? Если посмотреть в городе Гомель из четырех районов, то самый безопасный район – это Новобелевский. Там произошло 10 происшествий. А если в целом посмотреть по области, то это Чечерский регион, там совершенно одно происшествие. Ну, конечно же, нельзя сравнить транспортную нагрузку в Чечерском районе и, например, в Жлобине, где транспортов больше зарислено, жителей больше, участников дорожного движения на дорогах больше. И, конечно же, риск совершения дорожного транспорта происшествий больше. Ну, здесь связь прямая, конечно. Больше транспорта, крупнее город, соответственно, выше риск. А самый опасный район по городу Гомелю с точки зрения совершения ДТП – наибольшая концентрация. Есть какие-то конкретные места, участки, улицы, которые знают хорошо сотрудники ГАИ, что вот там чаще всего все и происходит? У нас на территории города Гомеля за 2016 год было три участка концентрации дорожного транспорта происшествий. Это непосредственно с пешими участниками дорожного движения. Это была улица Ильича, была улица Проспекта Речицкий, где именно на пешеходных, нерегулированных пешеходных переходах совершались дорожного транспорта происшествия. Ну, благодаря органам власти, в первую очередь, потому что выделение средств для закупки светофорных объектов, для создания проектов. И мы только в этом году, благодаря губернатору, выделено было на 14 светофорных объектов деньги. И эти очаговые места, которые были в городе Гомеля, они на сегодняшний день сняты. Но появляются другие места, например, улица Советская, совершается дорожного транспорта происшествия, уже не с участниками, не пешими участниками дорожного движения, а непосредственно это скоростной режим. На Мазурово, мне кажется, тоже именно это является причиной. Очень часто с дороги даже вылетают машины, которые на закруглении, просто не справившись с управлением. Совершенно верно. Не единожды, да, такие происходили случаи. Кто чаще является виновником ДТП? Пешеходы или водители? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к гомельчанам. Давайте узнаем результаты нашего опроса. Водители и пешеходы. У нас такие правила, что пешеход всегда прав почему-то. Хотя машина это такое средство, которое не остановишь сразу, а пешеходы не смотрят на дорогу, сразу прыгают под колеса. Думаю, погрешают и те, и другие. Потому что много приходится сталкиваться и с водителями, и с пешеходами, и сама на велосипеде бывала, нарушала. Водителей может немножко больше. Пешеходы тоже нарушают, и много. Я 30 лет за рулем был. Все зависит от обстановки. То ли водитель, то ли пешеход. Обычно бывают пешеходы. Обычно. Потому что торопиться или что-нибудь берет неизвестно по какой причине и куда. А водитель едет, а реакция бывает разная. Я считаю, что водители. Даже когда на пешеходном переходе зеленый свет загорается. Ну, для нас. Мы переходим. Смотришь, и обязательно машина на такой скорости едет, что даже страшно. И один раз был у меня такой случай. Только шагнула. Вот, наверное, если бы еще раз шагнула, все. Я считаю водителей. Наверное, все-таки водителей больше, мне так кажется. Повышение скорости больше идет. Вот. Ну и так, несоблюдение там знаков, правил. Ну, я сам водитель тоже, поэтому так считаю. Я как наблюдатель со стороны, да, это пешеходы. Сложно об этом говорить, но пешеходы нарушают чаще. Чаще нарушают водителей, потому что, во-первых, становится, что не пройти, и машины чаще проехать не могут, особенно возле дворов. И то, что становится на тех же пешеходных переходах, когда у них светофор горит. Ну, а так, в основном, да, водители. Нарушают все одинаково. И мотоциклисты, и пешеходы, и автомобилисты. Задача не стоит, сколько кто нарушает, а задача стоит о вежливости, взаимопонимании и, как бы, доброте на дороге. Чтобы не было злобы, не было вот этой агрессии, подрезания, там, наглости пешеходов и так далее. Надо быть добрее. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о безопасности на дорогах области. Игорь Александрович, а что говорит статистика? Правда ли, что чаще виновным признают водителя, потому что это именно у него есть автомобиль, источник повышенной опасности? А вот как с грустью один из наших опрошенных сказал, у нас правила такие, что пешеход всегда прав. Если возвратиться к анализу и статистике, то только по городу Гомеле было совершено 33 дорожно-транспортных происшествий. Это с участием пешеходов и транспортных средств. А по области таких происшествий было 89. Но по вине пешеходов в городе Гомеле за 8 месяцев было совершено 4 дорожно-транспортных происшествий. Именно по вине. Это два пешехода переходили проезжую часть в неустановленном месте. И два происшествия пешеходы, запрещающие красный сигнал светофора, а также переходили проезжую часть, где совершен был наезд. Конечно, посмотреть это 80%, как телезрители сказали, что больше совершают нарушения и совершают дорожно-транспортные происшествия по вине водителя. Это 80%, 80-85%. Сотрудники госавтоинспекции, конечно же, по каждому происшествию проводят разбирательство в рамках действующего законодательства. Это в порядке статей 173-174 Уголовно-процессуального кодекса. Мы назначаем различные роды экспертизы. Это судебно-медицинские, технические. Устанавливаем очевидцев, свидетелей. Проводим дознания полностью по факту происшествия. И после того, когда мы уже произвели все необходимые мероприятия, только тогда выносим вердикт о виновности участника дорожного движения. Уважаемые телезрители, я напомню, 340-043. Номер телефона мы в прямом эфире. Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Обозначить себя, стать заметным в этот самый рискованный период года, когда уже после лета непривычно, что темнеет раньше. Это обязательная мера носить фликер? И как его правильно носить? Использовать участнику дорожного движения непосредственно в темное время суток, это прописано в правилах дорожного движения, в пункте 17.1. Здесь четко прописано, что пешеход обязан в темное время суток при движении по краю проезжей части использовать этот рожащий элемент. Если проанализировать совершение дорожно-трансных происшествий, то, конечно же, та мера, которая была внесена в правила дорожного движения, это светоотражающие элементы, она позволила нам стабилизировать в части дорожно-трансных происшествий с участием пешеходов в темное время суток. Но мы с сотрудниками госавтоинспекции провели такой эксперимент. Это в темное время суток в светлой одежде гражданин идет свет фар, расстояние 40, где-то около 40 метров водитель с водительского места может обнаружить. Если на одежде имеются вставки какие-то светоотражающие, светоотражающие, то расстояние 100-140 метров. Ну а если пешеход использует светоотражающий элемент, то расстояние от транспортного средства до пешехода 400-600 метров. То есть водитель за это расстояние, которое он увидит и обнаружит пешехода, конечно, может предпринять это и торможение, и остановку, и не допустить совершения наезда на пешехода. Тем самым не будет совершено дружно-транспортное происшествие. Пренебрегать такой возможностью не следует? Фликер? Особенно, конечно, в темное время суток, и вот сейчас сумерки, световой день сокращается, и сотрудники госавтоинспекции уже с 11 сентября усиленно будут работать не только госавтоинспекцией, но в целом сотрудники органов внутренних дел. Это и участковые, и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Активную мы работу проводим среди несовершеннолетних совместно с управлением образованием. Конечно, да. В первую очередь это актуально в отношении детей, родителей. Пожалуйста, проверьте. Спросите у вашего ребенка, где ему фликер. Фликер у него наверняка есть. В начале учебного года главное внимание детям. В продолжении этой темы у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Пятилетний Владимир Козлов в школу еще не ходит. Однако о правилах дорожного движения и основах безопасности жизнедеятельности многое уже знает. В отличие от некоторых взрослых, которые и на запрещающий сигнал светофора могут проехать, и автомобиль автокреслами для детей не оборудуют. Сотрудники госавтоинспекции говорят, что по сравнению даже с прошлым годом таких случаев стало значительно меньше. Однако они все еще есть. Объяснения причин нарушения действующих правил при этом особым разнообразием не отличаются. Ссылаются на то, что у них есть семья, второй автомобиль, просто не переставили автокресло с одного автомобиля в другой. Иногда называют, что низкий финансовый достаток в семье. Они не могут купить автокресло. Объяснение тем более странное, что денег на техническое обслуживание автомобиля и бензин хватает, а на безопасность детей нет. Впрочем, не все родители такие, тем более, что выбор детских удерживающих устройств велик. И всегда можно выбрать кресло, приемлемое по цене и качеству. Нужно два кресла. Это большое место нужно. Наши двойняшки. И много места занимает. Мы нашли бескаркасные. Они без жесткой основы и мало места занимают. Но такое же пятиточечное прикупление к сидению. Такая же жесткость и безопасность. Он уже давно привык. Знает сам, что ему надо в кресло. Если у нас две машины, на вторую пересаживается обязательно, чтобы кресло папа переставил, уже сам командует. Теми профилактики детского дорожного травматизма в областной госавтоинспекции всегда уделяли повышенное внимание. Воспитанникам 5-й Гомельской вспомогательной школы-интерната такое внимание нужно особенно. В этом учреждении образования обучаются дети с особенностями психофизического развития. В течение учебной недели они под контролем учителей. Однако в выходные дни и в период каникул часто предоставлены сами себе. Акция с участием сотрудников ДПС для детей не просто праздник, но и возможность получить дополнительное сведение по безопасности жизнедеятельности. С началом нового учебного года такие встречи возобновились. В первую очередь это факультативные занятия по основам безопасности жизнедеятельности, беседы, викторины, подвижные игры с участием сотрудников ГАИ и УВД Гомельского областного полкома. В канун нового учебного года и в первые дни занятий возле учреждения образования установили мобильные камеры видеофиксации скорости. Нельзя сказать, что лихачей оказалось очень много, но по несколько десятков каждая камера обычно фиксирует. Пока наказание обычно ограничивается штрафом. Однако экскурсии на местостоянке, побывавших в аварии авто, возможно, тоже не помешали бы. По большому счету, теперь это даже не автомобили, а металлолом. Вполне вероятно, что в некоторых из них во время аварии находились дети. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник управления ГАИ УВД Гомельского областного полкома Игорь Макушенко. Игорь Александрович, что показал анализ первой недели учебных занятий? Готовы ли взрослые обеспечивать безопасность детей? И знают ли сами дети, вспомнили ли после лета, как себя нужно вести на дорогах? Знаете, Ольга, за время 25 августа по 5 сентября на территории Республики Беларусь проводилось специальное мероприятие «Внимание детей». И, конечно, радуюсь, что на территории Гомельской области за этот период времени не совершено было ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. В целом, по нашей области было зарегистрировано 27 происшествий, в которые, к сожалению, 2 ребенка погибло и 28 получили ранения. Сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяли на протяжении летних каникул, и особенно первые дни сентября и на протяжении всего сентября сотрудники ГАИ несут службу непосредственно возле школ. То есть до начала уроков в учреждениях образованиях в обязательном порядке, где непосредственно проходят транспортные потоки огромные, несут службу по безопасности дорожного движения. В населенных пунктах в сельской местности, конечно же, нет необходимости, чтобы сотрудник госавтоинспекции или сотрудник милиции, где транспорта нет, обеспечивали безопасность. А так, мы в июне, июле, августе провели обследование всех учреждений образований, плюс к этому это и музыкальные школы, и детские поликлиники, то есть те учреждения, где может появиться несовершеннолетний ребенок. Обследовали мы в части и организации дорожного движения, и светофорного регулирования. Только 81 представление нами было в августе месяца выдано службам, это жилищно-коммунальному хозяйству, нашим дорожникам, для того, чтобы они устранили те или иные достатки по организации дорожного движения. И мы уже на 31 августа вышли на 100% по организации дорожного движения, по устранению недостатков. И я уверен, что во всех школах организация дорожного движения будет безопасной. Ну, в этом году даже паспорта дорожной безопасности школы готовили. Да, в этом году это первая инновация на каждую школу сделать паспорт безопасности. Туда в этот паспорт ходит организация дорожного движения, это профилактическая деятельность, которая в школе проводится, наглядная агитация. Ну, и в целом мы ежемесячно будем проводить обследование и смотреть, где-то какие издатки. Потому что понятно, где-то дорожный знак могут детишки разрисовать или вывернуть там подобное. Ну, на эти моменты необходимо обращать внимание. Детишки могут, да. Мы очень тесно взаимодействуем с управлением образованием. И вместе с ними эффективность работы, это и по участию в занятиях по ОБЖ. И вместе с учителями доводим те требования по правилам дорожного движения несовершеннолетних. Учителя, люди ответственны, Игорь Александрович. Они-то все требования выполнят. Мы продолжим эту тему. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы в эфире. Вы знаете, у меня не вопрос, у меня просто вот пожелания, так и просто слова благодарности работникам ГАИ. Я недавно менял водительское удостоверение. Мне сказали, что, ну, соседи там, что это надо будет тебе там на день, там надо займется. И к моему большому удивлению, я поменял водительское удостоверение всего за один час. Я бы хотел так четко организовано все, и там лежала анкета, значит, кто, ну, какие можно там добавить что-то. Я прошу вас там ничего не добавлять. Там у вас так четко все организовано, что это просто, выражаю вам большую благодарность и просто молодцы. Спасибо. Вот просто такое. Спасибо. Большое спасибо, да, что вы позвонили. Приятно слышать, да, такую оселку работы. Очень приятно. И эти слова благодарности я обязательно доведу до сведения непосредственно сотрудников госавтоинспекции и сотрудников экзаменационных подразделений. Игорь Александрович, давайте продолжим. 27 происшествий с участием несовершеннолетних. Как бы то ни было, все-таки цифра тревожная. Кто является виновником того, что на дороге гибнут дети? Как правило, что собой представляют эти происшествия? Дети в качестве пассажиров? Дети на дорогах? Что чаще бывает? Возвращаясь снова к анализу, мы можем констатировать, что 9 дорожно-транспортных происшествий были совершены непосредственно, когда дети были пассажирами. То есть в Инане это родители. 14 происшествий было совершено, когда дети были пешеходами. И 5 происшествий, это когда дети были велосипедистами. Вина непосредственно под 9 происшествиям только ложится на плечи родителей. Потому что из-за несоблюдения права дорожного движения совершаются дорожно-транспортные происшествия, и где получают ранения уже непосредственно чады взрослых. Дети были пристегнуты? В дорожно-транспортные происшествия, вот 3 дорожно-транспортные происшествия, где не использовалось детское удерживание сидений. Может быть, если не может, но я уверен в этом на 100%, если бы водитель использовал детское удерживание сидений, то ребенок бы не пострадал. А так, без детского, ну и есть такие факты, когда при совершении дорожно-транспортных происшествий имеется сидение детское, да, и ребенок получает незначительные травмы. А бывает такое, что нет детского сидения, просто-напросто от полученных травм погибает. Уважаемые родители, ну это повод задуматься. Нельзя иметь машину, использовать ее и перевозить детей без автокресла. Ну это на самом деле... Сотрудники госавтоинспекции только вот за 8 месяцев меряемые административные воздействия привлекли больше 4,5 тысячи водителей. Некоторые, может, с первого раза доходят этот административный штраф, а некоторые просто говорят, ну зачем мне этот детский день? И потом, когда совершается дорожно-транспортное происшествие, родители ищут крайних. Не себя винят, а ищут крайних. А дети-пешеходы какие ошибки совершают? Перебегают дорогу близко к предыдущим прошлым? Да, это большая часть, может, 60% это в дворовых территориях, когда дети играют возле домов и транспортные средства стоят припаркованы, просто выбегают из стоящих транспортных средств. Потому что есть охраняемые стоянки, но наши водители и жители ставят транспортные средства возле подъездов, тем самым загромождают и проезд оперативных машин, МЧС, скорой. Есть проблемы, особенно это в крупных городах, как город Гомель, как Жлобин, как Мозырь. Для этого используем мы эвакуаторы, потому что нашим водителям так штраф не доходит. Это когда эвакуация происходит, и там административный штраф, и за услугу эвакуатора заплатить выходит около 60 рублей белорусских. Тогда оно доходит, кажется, лучше. И пять детей велосипедистов пострадали в ДТП. Игорь Александрович, Вы как своей дочери объясняли, как себя вести на проезжей части, если у тебя есть двухколесное транспортное средство? Мы вместе с ней на велосипеде. То есть она Вашему примеру училась? Да, конечно. Потому что, как родители объяснят своим детям, куда она посмотрит, налево, направо, и где вообще на велосипеде возможность... Куда вообще можно выезжать, куда нельзя. Совершенно верно. Если я ей объяснил, что на проезжей части ни в коем случае, только она так и делает. А если никто не объяснил, ребенку окупили велосипед, ну и все, катайся. Ну и ребенок, как он думает, как он считает правильным, выезжает на проезжую часть, а там уже совершаются в ДТП-транспортное происшествие. И такой один из наиболее резонансных случаев ДТП с участием детей, это в Будокошелевском районе с участием сельскохозяйственной техники. Девочка погибла под колесами, девочка подросток. Расскажите, пожалуйста... Это ужасное происшествие, которое было в августе месяце совершено. Следственный комитет устанавливает каждого, вину каждого, насначенная от водителя, и заканчивает должностными лицами, которые обязаны были в соответствии с выполнением должностных обязанностей, контролировать выход тракторной техники. Ну, вот это дорожно-ужасное происшествие с погрузчиком Амкадором. Тихосмотра данный Амкадор не было. Он был в феврале месяце уже, значит, недействительный с февраля месяца. Сотрудники госавтоинспекции со своей стороны неоднократно информировали, выносили предписание должностному лицу, непосредственно руководителю, сельхозпредприятия. Три раза только в отношении руководителя были составлены административные материалы, и он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. А в целом, когда начали анализировать, за 8 месяцев в отношении должностных лиц сельхозпредприятия было составлено 16 административных протоколов за то, что выпускают транспортные средства на средства технически неисправные, без тормозовки. Очень нас волнует сотрудников госавтоинспекции и сельхозпредприятий. Потому что больше всего нарушений допускается непосредственно работниками сельхозпредприятий. Но это очень странно. Когда вот так люди относятся к тому, что их техника, мне кажется, она еще опаснее. Она крупногабаритная. Попасть под колеса еще проще, маневрировать ей еще сложнее, соответственно. Как она может быть с неисправными тормозами? Водители, уставшие после рабочего дня. Здесь, мне кажется, ответственность должна быть еще выше, чем в отношении обычного легкового автомобиля. Почему себе люди такое позволяют, как вы считаете? Я хочу сказать, что, скорее всего, что просто-напросто бесконтрольности от игнорирования элементарных, просто-напросто элементарных правил не только дорожных движений, а вообще правил. Ну вот эта беспечность обходится очень дорого. Игорь Александрович, есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы уже в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте. Игорь Александрович, вот скажите, когда вернутся нормальные вот эти вот правила, ну в смысле, значит, автомобиль должен есть по дороге, мотоцикл, велосипед, а велосипедисты сейчас мотают по пешеходным переходам. Веду внучку в садик, значит, это район 34-й школы, Финагас, троллейбусный парк. Летит, не понял, внучке снесел бантик. Он как летел, а еще бы 2 сантиметра, он убил бы мне ребенка. Естественно, я догнаюсь. Велосипедист, да? Да, велосипедист. Велосипедист, да. Понятно. Поняли вас. Спасибо за звонок. Игорь Александрович, претензия к велосипедистам и к их поведению на проезжей части. Ну, это такая тема, да? Наболевшая. Почему велосипедисты на проезжей части, почему нет для них отдельно на пешеходном переходе, даже, мне подсказывают, произошло. Программа по внедрению велодорожек на территории Гомельской области, она имеется, и уже рассматриваются вопросы по выделению денежных средств для того, чтобы оборудовать и разделить пешеходные потоки и велосипедные. Когда они совмещены, я согласен с телезрителем, с его вопросом, то, что совмещенные велодорожки совместно с пешеходными и культура велосипедистов наша, конечно, еще очень низкая. и как мы видим, что прирост велосипедного транспорта, назовем, в городе Гомеле и в области в целом, он, наверное, каждый день или каждую неделю прирастает. Да, это так. Игорь Александрович, ну вот, а на дороге каким правилам должен подчиняться велосипедист? Вот, в частности, пешеходного перехода идут пешеходы. Велосипедист в данном случае, как он должен пересечь переход? Вот это вопрос культуры, возвращаясь к культуре. Конечно, при пересечении проезжей части велосипедист должен спешиваться. Но у нас велосипедисты пересекают проезжую часть не спешиваясь. А их наказывают за это? Конечно же. Штрафуют? Конечно, это же нарушение права дорожного движения, я буквально вот... То есть, с правилами-то все в порядке? Правила-то есть? Это не соблюдение правилов? Не соблюдение правилов. Вчера буквально наблюдал такую картину, когда отец с сыном на велосипеде пересекают проезжую часть. И отец показывает не пример, а негативный пример. Когда он сам на велосипеде не спешиваясь, пересекает проезжую часть, а ребенок, подъехав к пешеходному переходу, спешивается. И он видит, что зеленый светофорный по пешеходу уже начинает моргать и сейчас переключится в другой режим. И он ему говорит, давай быстрее. И тот ребенок садится на велосипед и в нарушении права дорожного движения пример папа сам показывает негативно. Чего же мы можем требовать от детей и от сотрудников ГАИ, которые должны их обучить, если родители правила не выполняют, их не будут выполнять дети, но это невозможно просто. Игорь Александрович, практически под занавес нашей программы хотела бы еще вас спросить. Мотосезон в этом году как прошел, как байкеры себя показали? Мотосезон сокращение уровня аварийности с участием мотоциклистов. В целом по республике каждое десятое происшествие это с мотоциклистом. И тяжесть в этом году происшествия, которые получают ранения и погибают, она увеличилась в разы. В целом полис по Гомельской области у нас налажено с байкерскими клубами тесное взаимодействие. Они понимают, ну, в городе Гомеля, да и в крупных районных центрах есть, я их так называю мотоциклетные хулиганы. У нас они на особом контроле, и мы с ними очень жестко проводим работу и меры административного воздействия, и вплоть до того, что изымаем мотоциклы на штрафную стоянку, чтобы научить правилам правилам дорожного движения и любителей мотоциклов. Но для информации любителей мототранспорта уже в следующем сезоне сотрудники госавтоинспекции будут патрулировать по городу Гомеля пяти мотоциклами марки BMW, которые будут на вооружении госавтоинспекции. Это хорошая новость. Игорь Александрович, спасибо за сегодняшнюю беседу. Желаю, чтобы как можно меньше трагических и просто конфликтных ситуаций было на дорогах, чтобы с каждым годом становилось общество культурнее, водители и пешеходы не выясняли, кто прав, кто виноват, а относились друг к другу с уважением. Спасибо. Спасибо, до свидания. Это был диалог с начальником управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Игоря Мукушенко. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин